Привет, друзья! С вами снова Кирилл Кунинский и сегодня хочу поговорить с вами о финансовом планировании в вашем бизнесе. Существуют различные разрезы финансового планирования и горизонты финансового планирования. Некоторые компании планируют свое развитие на год, некоторые на квартал, некоторые на месяц, но есть один важный элемент финансового планирования, который является жизненно важным для бизнеса, без которого бизнес может влететь в финансовые сложности и энергия ключевой команды компании будет уходить не на то, чтобы развивать бизнес, а уходить на то, чтобы решать возникшие проблемы. И это планирование движения денежных средств, то есть составление прогноза, на основании которого вы можете понять, какие предвидится поступления денег, какие планируются выплаты денег и какой получится итоговый денежный поток. И далее этот денежный поток по дням соотносится с остатком денежных средств. То есть фактически на что вам надо обратить внимание? Вам надо распределять на регулярной основе, желательно раз в неделю проводить собрание, на котором вы рассматриваете, ваши финансисты собирают со всех центров финансовой ответственности, то есть людей, которые знают, какие деньги будут поступать и какие деньги будут выплачиваться, собирать данные о движениях денег. Все эти движения денег устраиваются в стройный прогноз движения денежных средств и внизу вы видите изменения остатка денежных средств, то есть насколько меняется остаток. И по этому остатку вы смотрите, не предвидится ли у Вас впереди кассовый разрыв, то есть ситуация, когда Вы окажете в ситуации неликвидности, когда денег Вам просто не будет хватать. И, таким образом, если вы видите, что такой разрыв предвидится, вы начинаете решать проблему не в день ее возникновения, когда вам звонят уже ваши кредиторы и говорят, плати деньги, или там надо платить зарплату сотрудникам, или же там еще надо закупать какой-то товар, а вы можете решать ее заранее. То есть вы можете заранее перераспределить какие-то платежи, отсрочить какие-то выплаты, передоговорившись, или же можете наоборот потрусить ваших дебюторов, чтобы они быстрее заплатили вам деньги. Вот такой важный отчет, еженедельный прогноз движения денежных средств. Хотя горизонт в нем может быть далеко не еженедельный, в нем в принципе может быть прогноз на целый месяц вперед. Простая рекомендация, способная спасти вашу энергию от излишних ее затрат на решение финансовых проблем в вашем бизнесе. С вами был Кирилл Куницкий, если вам понравилось это видео, поставьте лайк под этим видео, и обязательно подпишитесь на наш канал, потому что впереди еще очень много интересных видеоподкастов. Также, если у вас есть интересные мысли о том, каким образом вы ведете управленческий финансовый учет, либо какие-то идеи, как можно повысить ведение управленческого финансового учета, оставляйте комментарии под этим видео, и мы также будем со своей стороны отвечать вам, и сможем с вами вместе обсудить, как вести управленческий финансовый учет более эффективно. До новых встреч, пока!